Насвай – это продукт, который считается альтернативой табаку, но на самом деле он намного вреднее даже простых сигарет и способствует большому количеству опасных заболеваний. Так как при курении табачный дым оказывает основной удар по лёгким, а насвай оказывает удар по слизистой оболочке полости рта, способствует сужению сосудов, возникает кислородное голодание. Всё это приводит к омертвлению клеток, так называемый некроз. По данным онкологов, 80% случаев развития рака, губы, языка и других органов полости рта оно вызвано употреблением насвая. Поскольку насвай содержит экскременты животных, употребляя его, легко заразится паразитарными заболеваниями, кишечными инфекциями и даже есть риск возникновения вирусного гепатита. Помимо никотиновой зависимости, насвай оказывает воздействие и на психику, наблюдается потеря памяти, рассеянный человек, наблюдаются физические изменения, такие как повышенное слюноотделение, потливость повышенная, обморочные состояния наблюдаются у человека. Если он настолько вредный и вызывает такую сильную зависимость, почему он не относится к наркотическим веществам и нет ли запрета на его продажу и употребление? В своем содержании насвай не имеет наркотических средств, не содержатся наркотические средства. И поэтому на сегодняшний день запрета на насвай нет на территории Республики Дагестан и Российской Федерации. Но дело в том, что среди подростков оно идет как заменитель гашиша. И очень быстро подростки привыкают к потреблению насвая. Уже направлено огромное количество предложений о запрете вышеуказанных препаратов на территории Российской Федерации. То есть на сегодняшний день, если у человека обнаружат насвай, то ему даже административный штраф не грозит? Нету такого. Прозрачный законодательный акт очень сильно нам мешает проведению на должном уровне как оперативного разоснования мероприятий и других форм мероприятий. Сегодня молодежь все чаще начинает употреблять насвай. Что он им дает и насколько сильно он вызывает у них привыкание? Ну уже почти год уже будет. А с чего вообще вы начали его закидывать? Чтобы курить и оставить. А каким образом вы его закидываете? Куда он закидывается? Под губу. Ничего вредного ты не ощущаешь? Оно твоему здоровью не вредит? Нет. Многое слышал, да, то, что оно вредит. И сам так нет-нет ощущаю, что у меня печень там нет-нет болит. Или там всякие органы, короче. А бросить не пытался? Бросить думал уже, да, как ты сказать. Например, полдня не кидаю, уже как бы нервничаю. Хочешь себе шевкинуть. Например, средний пакетик на сколько тебе хватает? Средний? Ну, на день. Кого как? На день. Если стрелять не будет, да, по городу. На день хватает. Каждый мусульманин должен знать, что исламам запрещено нанесение вреда своему здоровью. А в случае с насваем здоровье страдает сильно. В хадисе пророка Алии Саляту Ассалям сказано, что в судный день человек не изменится с места, пока не будет спрошен об его теле, как он им пользовался. Среди ученых и медиков нет разногласий в том, что насвай наносит вред организму. И в другом хадисе пророка Алии Саляту Ассалям сказано, что у твоего тела тоже есть права на тебя. И насвай он однозначно запретен в исламе. Помимо табака в состав насвая входит гашеная известь и птичий помет. Вызывает отвращение не только состав, но и запах этого зелья. Жаль, что камера не передает этот неприятный запах. Я уверен, он отбил бы аппетит у вас на целый день.